Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике расскажу вам о двух интересных стоковых обновлениях, которые за последнее время выходят и разработчики тем самым намекают, что можно улучшить свои устройства именно этими приложениями. Ну и возможно, это уже есть некоторые отсылки на будущие новые обновления. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Как и обычно, все сегодняшние приложухи вы сможете найти в нашем телеграм-канале, ссылки на них будут в описании под этим видео. Получается, у нас первое обновление, которое, ну, наверное, самое такое крутое и самое интересное, это, конечно же, рабочий стол или же системная облочка. Но она у нас будет не совсем простой, потому что разработчики улучшают ее версию, то есть они выпускают 4.39.30. Те, кто из вас следят за всеми этими обновлениями, вы помните, сначала была версия 4.39.14, потом 15, и вообще считалось, что там 15-я версия была самая стабильная. Потом разработчики выпускают 4.39.17, но она не очень-то и долго просуществовала, и вот сейчас 4.39.30. Да, сразу хочу оговориться, что в этой версии могут быть определенные проблемы в плане фрезов и багов на некоторых устройствах. То есть не стоит это воспринимать, что абсолютно везде будут проблемы. Нужно будет ставить и смотреть, как оно у вас будет отрабатывать. По правде говоря, ну, как бы, да, вы можете мне сказать, что вот сейчас у меня на Xiaomi 14 все это установлено, и как бы на нем априори все должно работать прекрасно. Но, как я в видеороликах раньше уже говорил, что за неимением других аппаратов я показываю это все на примере Xiaomi 14 с последней прошивкой, которая на него есть. Это обновление я уже тестирую со вчерашнего дня, и хочу отметить, что никаких лагов. Но, опять же, на примере этого смартфона я не обнаружил. Еще мне также удалось поставить это обновление на Redmi Note 12s, и там, на удивление, также особых проблем не наблюдается. Папки открываются еще быстрее, еще плавнее, скажем так. Переход в приложение возникает молниеносно, да и в целом, вот, мне сама анимация нравится, как разработчики в новых версиях это подкрутили. И я могу сказать, что, скорее всего, это отсылки уже на новые обновления, которые вот будут, ну, там, наверное, в конце августа, там, в сентябре, в октябре. Ну, а когда уже там октябрь, там, HyperOS 2.0, судя по последним новостям и сливам. Ну, и, возможно, как бы это уже первые наработки именно оттуда. Если кого-то интересует, есть ли что-то новое в настройках рабочего стола, то все у нас остается по-старому. Да, возможно, еще кого-то там интересует вопрос, а добавили ли стиль iOS в расположение недавних. Но, как вы понимаете, пока что об этом говорить очень и очень рано. Возможно, там, когда-то сольют какую-нибудь первую, там, альфа-версию или бетку какого-нибудь этого рабочего стола, и там это будет. Но, скорее всего, это будет уже куда ближе к октябрю, а, возможно, вообще и к ноябрю. И следующее еще приложение, о котором, ну, прям, очень много всякой информации и противоречивой, и, наоборот, не противоречивой, это приложение Joyeuse. Получается, разработчики как-то очень интересно выпускают эти обновления приложения. Ну, имеется в виду, в каком плане, что какая-то версия работает хорошо, какая-то работает, ну, не очень. Вот наши многие пользователи отмечают в комментариях, что 2.3.19 самое лучшее, или же 2.3.12. И, то есть, как бы на этих версиях там вообще все замечательно. Ну, вот, как бы разработчики пуляют 2.3.42, мы, конечно же, у себя в телеграм-канале это опубликовали, и многие люди начали писать, что действительно стало лучшее. Нагрева особого нет, ротлинга нет, ну, и, в принципе, все очень прекрасно работает, и никаких нареканий у них не возникает. Но, опять же, тут важно понимать, что если вы Joyeuse обновляете вот просто поверх, то вы, как бы, понимаете, что у вас FPS не будет, там, допустим, 120 в играх. Если же вам необходимо сделать FPS 120, но при этом вы готовы пожертвовать и троттлингом, и нагревом, то вы должны вернуться в настройки, все приложения, и дальше в поиске, опять же, ввести Joyeuse. И вам вот здесь нужно будет нажать очистить все. Только в таком случае вы можете рассчитывать на высокий FPS в играх. Но это такой небольшой лайфхак для пользователей Xiaomi, потому что, ну, в принципе, он существует, и о нем, я считаю, нужно вам напоминать. Ну что же, подведя итог этому видео, хочу сказать следующее, что пока что разработчики взяли некую паузу в выпуске, что обновлений, что там, стоковых каких-то обновлений для приложений. И потому стоит ожидать какого-то всплеска, я думаю, ну, скорее всего, ближе к сентябрю. Потому что много всякой инсайдерской информации ходит насчет этого периода, но я думаю, что это время нас с вами порадует очень интересными какими-то новыми фишками, возможностями от компании Xiaomi. Поэтому не забудьте подписаться на этот YouTube-канал, поставить колокольчик, чтобы приходили уведомления, и также не забудьте переходить к нам в Telego. Также подписываться и следить за актуальными новостями, и устанавливать свежие обновления первыми. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok